Тихо 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 Почти Тихо 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 На Тихо 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 Не знаю ничего. Ничего не могу сделать. Вся надежда на вас. Позвоню. Вся надежда на вас. Продолжение следует. Продолжение следует. Начнем, батюшка, подойдет. Царю небесный, утешителю души истины, И живи здесь, и вся исполняя сокровища благих. И жизни подателю, иди силися вны, и очистены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Аминь. Пока в больнице. Вот мы должны были ее выписать, она неделю отлежала. Но не выписали, потому что по новой... Валентина Павловна Борисова заболела у нас. Матушка Людмила, знаете, что она помала там. Молодышка. По фольгу Ивану Надежда Ивановна болеет. Лена Сокольских заболела. Вот, и еще Шубина Зоя вчера звонила. Она привезла ребенка сюда, но вот не ходила. Это все время сидела с маленьким ребенком. Раиса Николаевна. Ну, помоги Господи всем нашим болящим. Да поможем себе. Никита. Так, следующая источник будет 30-го. 30-е будет пятница, переводите. Пятница 30-го вечером. Литургия будет в субботу. И в субботу вечером 31-го. Также будет исповедь. И первое будет причастие. Литургия будет. Это будет вербное воскресенье уже. Игорь, хорошо я объясни, что перед верным воскресеньем, в пятницу, будет. Две подряд будет служба. Так, сейчас я еду в болящий, причащаясь. Ко мне какие есть вопросы? Они у вас на спорте. С кем, Батюшка? Не едешь ты? Обратно возвращаетесь? Да, конечно, возвращаетесь. Что? Нет ничего? Наверное, что ты хотела? Ну, давай, проси. Еще раз можно причаститься? Готовься, молись. Усердно. Две недели. И будешь исповедовать, причащаться. Так, еще какие вопросы? Нет, все благословляйся. Ангел-охранитель, Игорь Батюшка. Спасибо. Слушаем толкование святого филакта болгарского на сегодняшнее евангельское чтение. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Евангелие от Марка, 9 глава, 14 по 18 стихи. Придя к ученикам, увидел много народа, около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, искрежащит зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли. Иисус, пришедший к девяти ученикам, которые не восходили с ним на гору, нашел их в состязании с фарисеями. Ибо в отсутствие Иисуса фарисеи, приступив к ученикам его, покушались привлечь их на свою сторону. Евангелие от Марка, 9 глава, 19 по 27 стихи. Отвечая ему, Иисус сказал, о, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним. Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что, можешь сжалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующим. И тот час отец отрока воскликнулся слезами. Верую, Господи, помоги моему неверию. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него. И воскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался, как мертвый. Так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Толкование. Итак, человек, тот пришедший к Иисусу, винил учеников, что они не могли исцелить сына его. Но Христос обращает внимание на него самого и говорит, как бы так. Ты не имеешь веры, и потому ты сам виновен в том, что не исцелился сын твой. Впрочем, слова Иисуса относятся не к одному только этому человеку, а говорит, это он вообще о всех иудеях, укоряя их за неверие. Притом он запретил духу, увидев собиравшихся к нему народ опять, потому что не хотел исцелять перед множеством народа, для показания своей силы и для своей славы. Но он попустил бесу разбить отрока, дабы все поняли бесовское искушение и то, что бес мог бы умерщвлять человека, если б не ограждала их рука Божия. Говоря в переносном смысле, бес повергает людей в огонь гнева и похоти и в бурные волны житейских дел. Этот бес нем и глух, глух, как не хотящий слышать словес божественных, нем, как не могущий и других научить чему-либо душеполезному. Но когда Иисус, то есть евангельское слово, возьмет человека за руку, то есть управит его деятельные силы, тогда он освобождается от беса. Бог готов помогать нам, но мы сами отрицаемся делать добрые дела. Евангелие от Марка, 9 глава, 28-29 стихи. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? И сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Толкование. Ученики боялись, не лишились ли они благодати, данной им от Господа, и не потому ли не могли изгнать беса? Заметь их благоговение, их в том, что приступают они к Иисусу наедине. Сей род. Какой? Род бесновавшихся в каждом новомесяче или вообще весь род бесов, который не изгоняется иначе, как молитвою и постом. Должно поститься и тому, кто страждет от них, и тому, кто хочет целить. И тому, и другому это нужно. Особенно же требуется это от самого страждущего. Ибо так истинная молитва совершается, когда соединяется с постом, когда молящийся не обременен пищею. Молится легко и без затруднения. Евангелие от Марка, 30-31 стихи. Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Толкование. Везде слово о своем страдании соединял Иисус с чудотворениями, дабы не думали, что он страдал по немощи. За скорбями всегда последует радость, и поэтому, дабы не истоевали духом напрасно в скорбях, но надеялись получить что-либо и радостное. Аминь. Аминь. Спаси Христос. У кого есть слово, братья и сестры. Игнат Тихонович, ну вам тое слово. Сегодня выборы идут. Это очень важный момент. Избирать будут царя-батюшку. В другом месте, например, премьер-министр Израиля или в Англии, президент в Америке, глава государства. И выбирает, и ошибается. Сколько раз, говорит, выбирали, и все не понадобилось. Мы просили всех об этом молиться. И молились мы днем и ночью, чтобы Бог дал человека, рожденного свыше. Это вроде высокая планка, а ниже-то и нету. Чтобы он слушал, что Дух Божий скажет ему. Вот когда пришел Самуил избирать на место павшего Саула, это уже династическое выбиралось, то Господь указал. Вот пришли выбирать, он выставляет. И знаете, у нас тут разный вид лица. Ну, видно, какой человек, какая у него стать, как мужчина стоит. Это действительно? Или сестра, женщина. То ли изнаренная работа, или что-то. А другая всегда веселая. И даже девчонками видно, она выделяется. И вот никто не знал, как выделяется Давид. Его просто не считали взрослым мужчиной. По одному выставляет сыновей из сей. Один, каждый подходит и думает, не я ли. Наконец все. И все хорошие написано. А еще есть. Есть он пасет. Что там с овечками? Что от овечек наушище? Блеют целый день. Потому что ягнята находят матерей по голосу. А они маленькие, внизу иначе затопчут. Но мы знаем, как он приходит туда. Никто не знает, что такое Урим и Тумим. Вопрошали. Но фильмы показывают. Он держит такие, как булыжники, разного цвета, как лазурные. Открывает, ничего нет. А этот отошел, с собой их лучи идут и на нем сошлись. Ударили лучи из этих камней. Это было. И Бог сказал, что царство его не кончится. И оно не кончилось еще. Главное придет корень. Это Христос. И далее. В притчах мы видим это в видении у Даниила. Он видит гора. И от горы вдруг отрывается камень. А перед этим истукан стоит. Там золото, серебро, железо. Внизу железо с глиной ноги смешанной. И камень этот прямо ударил в этого истукана. И рассыпался в прах. А ведь это что-то означает, что за камень, что за гора. Камень Господь оторвался от какой горы? Божья Матерь. То есть все истолковано уже сегодня. И что только не было. В 71-м году нашего лета исчисления новой эры. Израиль был растоптан. Император Веспасиан пригнал лучшие войска легионеров. Но заболел и умер. Конечно, торжествовали израильтяне. Тут легко понять. Наконец-то. Что они будут делать? И вдруг его молодой сын Тит. Он вообще мало жил там. Но был очень умный. Он как-то однажды сказал. Я ничему не научился сегодня. Я напрасно прожил день. И как они штурмовали и завоевали. И как он смотрел, как гордый горит. Какой ужас был. Кончилась свобода. Теперь все вспомнили, что же было. Почему не ценили. И вернуться никак нельзя было. Воинам на разграбление отдан был город. Мало того, еще при Адриане однажды восстали. Где-то 136-й год. Примерно так где-то. И распахали. Посредине камня все это убрали. Плугом и солью засеяли. Чтоб даже трава не росла. А мы знаем, она проросла. И снова Израиль возвращается домой. И мы знаем, основан Израиль. Государство. Маленькая полоска на краю моря. Там смотреть-то на большой карте даже не найдешь. Нигде тыфра стоит, смотри там сноски. Та территория против него, которая там, мусульмане, в 500 раз больше. И ничего не могут сделать. И придет с колена Иудина рожденный. Так же избирали, когда было смутное время в России. Разные партии выдвигали своих. И вдруг юношу избирают. Нашли Мишу. Никто его не знает. Но отец-то известный патриарх. Мать не отдает, узнала. Куда отдавать? Это что он, мальчишка, знает? Какие советники? Мы знаем. Династия Романовых, 13-й год, 1613-й. Вступила в силу. Чем кончилось? Полным изничтожением царского рода. Даже двоюродные, троюродные князья. Все были достаты, все были уничтожены. Сожжены или как-то. Царское семейство. Маленьких девочек, неповинных. Стреляли, кололи штыками. Это было не божье установление. А как от Бога было. Наконец изжили себя полностью. И царь еще войны хотел. Уже захвачено все. До Японии. Где порт Артур, там где-то в Корее. В Финляндию подняли. Это одна из провинций была. Польша, это одна из, сказать, областей была, как у нас край. И конца края не было. И знаю, что войну, когда начинали с немцами, Австрия, думали ее, видимо, подмять и все. Но получилось у Бога по-другому. Все полностью разрушено. И какой будет сейчас этот царь? Я сказал, надо, чтобы он был вот такой-то. Издавал мудрые законы. Конечно, чтобы берег себя, его охраняли. А мне говорят, вы видели претенденты 8? Вот там девчонку какую-то избрали. И она перед самым моментом полетела в Америку. Зачем она полетела? За помощь от своих, кто его поставил, на посмешище. Сегодня мы узнаем результаты. Я никогда не голосую. И никому не советую. И не против ни одной партии. Просто не знаю. Человек может скрываться до самого последнего момента. Горбачев, кто думали, что он разрушит партию? Генеральный секретарь партии. Выборли. Всем уважал. Говорили, вот настоящий правитель. И он тихо подошел, наконец, на кремлевской стене. Последнего коммуниста по спине похлопал и в ад столкнул. И сам сказал, выхожу из партии. И такое государство, которое Гитлер не мог взять. Наполеон не мог взять. Горбачев взял. Вот теперь начинайте думать. А какой этот будет? Задача какая? Россию раздробить на части. 90-е годы, как называют лихие. С Россией вообще никто не считался. Сейчас считаются. И вот выставляют такие ролики. Показывают. Вот Сталин. В 43-м, кажется. Могут на год туда-сюда ошибиться. Запретил аборты. Что это за указ такой? Запретил, чтобы поубивали мужиков-то. 28 миллионов только убито. Страна обезлюдила. И в первый же год прирост в 3 миллиона. И теперь показывает статистика. Прямо фильм поставили православные сейчас. Фильм поставили. Видно с благословения патриарха, с благословения Путина. Без него ничего это не делается уже. Раз он верующий, значит он должен вникать. Сколько при Хрущеве погибло? Убитых. Абортированных, выброшенных. И называет цифры. 15 миллионов. При Брежневе начинает говорить. 20 с лишним. Подсчитано все. Один год правления. Андропова, Черненко. По году, по два. Все. При последнем сколько? Он больше всех уже старцев. Ни слова. А вот почему? Статистика должна. Статистика есть. Но зачем его отталкивать? Все равно не найдут какие-то ответы. Но при нем-то сколько убитых? За 20 лет перестройки? Вы не думайте, что просто надуманы какие-то цифры. Полностью страна исчезла. Это не один, не два. А ведь речь идет о 120 миллионах абортов. Так это те, которые зафиксированы, а которые там где-то познакомились, в колодец, в помойку сбросили, а там вообще за счетами идет. Выбирают. Как будет по этому вопросу? Самоубийство страны. В стране этой не выжить. По миллиону минимум скидывает она каждый год. И бегут отсюда. Это все заложено, может быть, в сегодняшнем дне. Сегодня. Уже Восток отголосовал, может быть, здесь. Вы посмотрите, кто там, кто претендует на этот пост. Смех один. Коммунисты рвутся, которые ни день, ни два царствовали. 72 года. 66 миллионов зарубили только здесь. И они снова лезут к власти. А вы чего зовете? Я зову одно, чтобы люди Бога знали. А как узнать? Ну, смотрите, это что у нас? Это сейчас у нас собрание. На Маляне были люди. Некоторые стояли в шлюзе здесь. К батюшке заходишь, маленький коридорчик. Сейчас они даже не заходят. Они прямо оттуда, прямой наводкой, сразу на машину и поехали. Вы не думайте, что это просто так. Это означает, собрание нам не нужно. Что он будет дома делать сейчас? При батюшке, без батюшки они не остаются. А что такое собрание? А давайте мы посмотрим в апостольские времена. Как молились апостолы? Сколько? Написано, о церковь молилась о Петре, когда Бог его освободил. Послал ангела, освободил. Но мы не видим, чтобы там спали. Ну, нигде ни разу не написано. Апостол Павел приходит и рассказывает, где он был, кому свидетельствовал. И до утра. Это собрание уже было, это не моление. И ни один не уходит никуда. Это собрание он продолжит в тюрьме в Риме. Это на корабле будет беседовать. В дороге, то есть, чтобы везде были молительные собрания. Нет, а именно рассказывал. Так что Евтих там на окне заснул и свалился наружу со второго этажа. Продолжил до утра. И никто не спит. Мы какие вещи здесь поднимаем, о чем разговариваем. Больные знают, они молиться о них будут? Нет. Они и не знают. Вот об этих людях помолитесь. Чтобы Бог их избрал. Здесь избрания нету. Если избрание есть, куда ты от общества отходишь? Тебя Бог задавит. Отстоять-то ты можешь в любой храм пойти раз в год. Там никто тебя не учитывает. Мы еще не понимаем. Это трагедия человека. Он ходит еще, молится, бывает, но его уже нету. Ни на вечернем богослужении, ни когда на Дрея Критского нету. На этой неделе, в среду вечером. Во сколько? Игорь Владимирович. Как скажете, я мелкая сушка. Я не говорил, я просто хочу озвучить. Ну давайте, наверное, в полшестого где-нибудь или в пять. Потому что там длинное будет, часа три, наверное. Очень длинное. Самое длинное богослужение в течение года. Больше всего поклона. Кто захочет прийти, приходите, помолиться. Но кто не успеет, опаздывайте. Ну в пять. Кто и опоздает, это хватит еще. Да, хватит всем, помолиться. Кто ни разу не был, то вы со своими родными поговорите. Ведь болеете все, и никто не хочет исследовать причину болезни. А зачем Богу человек, который не рядом с ним? Бог целое государство сметает. Их как будто бы и не было. Вы поговорите, обдумайте, придите. Странная вещь. Приходится умолять, приходить, помолиться. Да какая же это вера? Ты бы наоборот сказал, здесь пробивают самую броню. Такой канон. Он сам столько согрешил, этот Андрей Критский. Он Аннафиму, Шестому Вселенскому Собору изрекал. Он плакал, молился. И Бог вышиб из него вот этот канон. А у нас еще подняты на благодарность, на словословие. А ты услышал бы, только и ждал, когда же эта среда на пятой неделе Великого Поста придет. И церковь дает льготу. В четверг кто молился, им разрешается растительное масло. А кто не ходил в одной семье, ничего им нету. Вот удивительно. Это только один раз в году такая льгота дается. Чтобы он видел, эти люди кланялись и кланялись. Но я не знаю сколько, все поклоны в разном где-то. Если Господи, Владыка Животама, 4 поклона, их 16 должно быть, а все сокращают. Больше 300 это определено земных поклонов. 250 только в самом каноне. Да. Ну я и говорю, так еще... Плюс там еще все эти, да. Владыка Животама, да еще там... Поговорите со своими и сами придите. Ты не можешь, ну, постой на коленях. Не можешь сидя помолись с народом Божьим. Ты не думай, что Божий тот, который где-то шляется. Тот, который с Богом молится. И не бойтесь этого названия. Бог так называет. Я говорю, и как... Знаете, я сказал, с гуся вода. Просмоленная. Привыкли. Не ходить. А чем же вы занимаетесь дома-то? Никто вас уговаривать не будет, придет время. Бог говорит, я простирал к вам руки, звал. Звал через пророков. Тех, которые знают. И вы не пришли. И вы будете выпиять, и я не отвечу вам. Бог по отношению нас такой, какие мы по отношению его. Ты был лев, барс кидался на всех. И я для тебя лев. И барс. Я задушу тебя, я смету тебя, я устал миловать. Еремея 15,6. Это... Это даже не угроза, это ужас какой-то. Бог против тебя, разве ты устоишь? Какого правителя надо? Я знал. И знаю, о чем молился. А он не такой будет. Так если бы вы молились, то, может быть, и по-другому было. Ну и то, что этот правитель нигде еще не преследует. Мы можем молиться, собираться. Хлеба, что угодно в магазине, бери. Батюшка не здесь, ушел. Я жалею, что батюшка так как-то не очень. Когда записывай, ну, я сказал, сегодня будут... Мы обязательно заснять должны. Хорошо, хорошо. Дело в том, что община исчезнет. А память останется. Рукописи, говорит, не горят. Горят. А это в интернете идет. Люди спрашивают, ну, есть ли где, чтобы... Ну, по-настоящему-то одеты были хотя бы, как Осипов говорит-то. Вы приходите в храм, и что, служите бесам? Это Осипов говорит. Осипов. Сам служитель бесов. Да, но говорит, однако. Время-то ведь уходит. Поищите и не найдете. Я прошу вас, придите. Некоторые накануне, по-моему, Андрея Крисского ни разу еще не были. Ни разу. Под разными причинами вы болеете. Болеете, но дальше-то еще хуже будет-то. Сегодня, хотя ты не ходить, ты приходишь. Стоять уже не можете. Придите, прошу вас. И они, я, говорит, Павел, Бог заклинает вас. Придите. В среду. В пять. Вот немножко. Вчера батюшка разговаривал с одним юношей. Он позвонил ему из Америки. Ну, как бы было видно, как разговаривает он. Представьте, телефонный разговор больше часа. Я так посмотрел. Как батюшка, я сказал, батюшка, я не стал записывать. А то что ж ты не записал-то? Да потому что я боюсь тебя. Тебя как-то не совсем на это располагает Дух-то Божий. Надо было записать. Но я все запомнил. И Бог не лишил мне памяти. Могу воспроизвести. Человек этот очень близкий нам. А проще сказать, племянник. Прекрасное образование здесь получили. И уехали в Америку. У одного. С четверо детей все в Америке. Ну, кому где нравится. Но дело-то оказалось не в этом. Они в верующей семье. Отец Дьякон. Казалось бы, все Америка выжгла в них. Все здесь плохо. А там все хорошо. Батюш говорит, Оливию кто разбомбил? Какая нужда была сбрасывать две атомные бомбы, когда погибли сотни тысяч? Когда война-то уже заканчивалась. Уже ничего. Это устрашение одно. Это хорошая демократическая Америка. Я не против Америки. Я сам там был. Действительно, как живут. Ни слова нету, чтобы вспомнил. Батюш говорит, вспомни, где ты ходил. Какая земля тебя родила. Это мать твоя здесь. Все против. Я знал, что там это есть. Баптисты жалуются. Такие были ревностные братья. Приехали туда сестры. Совершенно обмерщились. В брюках, с сережками, крашеные. Баптисты отделенные. Самые ревностные. Которые 150 человек, примерно, арестованных отдали. Больше 30 не вернулись. Умерли в застенках КГБ. Они полностью разрушились. КГБ не могло победить их. Америка победила. Ну, я знаю, что сейчас закон, говорят, принято уже. Все наши телефонные разговоры хранятся от 3 до 5 лет. Цифра еще вроде не утряслась. Все до одного разговора. И когда потребуется, как говорят, тебя за жабры схватит. Вот тогда из тебя все будет вываливаться. И я не говорил. Никуда не денутся. Час и день. А там, какие слова ты поминал, по этим словам он будет высчитывать. Вот ко мне заходит кто-то, ну, матеряться. Вчера, допустим, 95 человек, которые меня материли. Материли прямо. Их отдельно. Чтобы другие не видели, но мне говорят. А тут они в папке. Я гляжу, матерки, три слова, а в них четыре матерка. Вот как. Одно слово из двух матерков состоит. Ну, что, их говорится, за хвост, да в яму. Здесь как будто бы никогда человек не слышал, ничего не знает. Батюшка перечисляет. А вот у вас там, он говорит, как совершенный враг. Страны. И будет этот разговор когда-то, может быть, где-то поднимут. Батюшка вел себя как настоящий истовый патриот. Страны своей. Небесной и земной. Как он его вещевал, как стыдил, какие вопросы задавал. Я говорю, ты ему скажи, присягу-то принимал, когда в Америку ходил, а там присяга. Жизнь, да капли крови положить за Америку уже. Все. Куда бы ни послали, пойдешь. У них огромные там полигоны есть, где гробы приготовлены для них. По четыре человека в один гроб. Если они там не будут что-то признавать. Кто Сербию, батюшка, говорит, разбомбил? Ирак. Ливию. Самая обеспеченная страна была. Что сделали? Убили правителей, повесили. Искали, что ядерный реактор. Не нашли, нет. И никакого изменения нет. А кто у вас свалил эти торговые центры два? А кто? В советские? В советские оружие искали. В советские, да? Туда пришли и свалили вам. Ну кому непонятно то, что все американцы выступают, там политические деятели. Им нужно было войти в Ирак, в Афганистан. Ну подумаешь, три с половиной тысячи человек, главное пожарники, все погибли там. Они ни перед чем не останавливаются. Это промассоненная страна. Это гнездо всем ересям. Ходят свидетели Иеговых. Правильно сказать, свидетели сторожовой башни. Где центр? Где возникли? В Америке. Адвентисты седьмого дня. Где возникли? В Америке. И все, что идет здесь, все оттуда идет. Мормоны. Кто? Мормоны, там это уж... Женщины русские, посмотри, как они одевались. Переоделись в брюки, которые не в церкви-то. Я не знаю, но наоборот 99%. Бабка стоит, там такая скочужилась в брюках. Что они с нами сделали? Так ты зачем же сняла платье-то? Это все идет оттуда. Кто революцию снабжал? Кто Соросов посылал? Кому эти головы Николая и Алешки привезли туда, заспиртованные показывали? Мне показывали в Америке, в Нью-Йорке, вот сюда, говорят, их привезли, а не здесь. Кто разворовал Россию? Сколько тонн, десятков, сотни осталось, благодаря революции, все в Америке скинулось? Батюшка, он ничего не знает, но знает, Америка хорошо, а Раша это по Раше. Раша по-английски, это Россия. Представь, больше часа. Я жалею, и в первый раз увидел, как батюшка пожалел. Ну, чего ж ты тогда это вроде не записал-то? Ну, я батюшку хорошо знаю, но здесь он выступал. Какие он находил выходы, как устыдить. У тебя человеческие чувства-то есть. Ты получил здесь образование. Раньше была отработка, там, два года. Ты, няня, работал здесь. У тебя ничего нет, все бросил. У нас все есть в магазинах. Были бы деньги. Работай. Я к тому говорю, что вам тоже коснется где-то разговаривать. Нечто сказать, молчи. Знаете, при Путине Россию стали считать за государство. Батюшка говорит, а кто базы против Америки построил? Сейчас бы в Аргентине, в Канаде, везде. Потерпели бы, нет. А вы теперь где? Здесь и в Грузии, в Абхазии там везде. И Прибалтика. Везде абсолютно. В Украине. Россия вся окружена. Одновременно взлетает, они считают сегодня, кажется, 25 тысяч ракет с атомным грузом. Это ясно. А Путин им напомнил, что у нас есть оружие такое, что все эти ваши базы совершенно не нужны. В течение полутора минут вас никого не будет. И они сейчас, а, он агрессор, а то другое. Вызов делайте. Вы. И батюшка это все напомнил и знает. Они, кажется, в 6 или в 8 раз быстрее скорости света этого звука. Сегодня суперскоростные какие-то сделаны. Нам-то это не надо, но все-таки. Ты же здешний, ты здесь был. До 30 тысяч километров в час скорость. Это даже вообразить нельзя. А спутник, я не знаю, он 8 километров в секунду идет, кажется. Спутник на нами когда-то блестит, лезет. Ну да, где-то. Ну, да, где-то приблизительно. Вот смотрите. Знаете, мы вот слышим, апостол Павел ходил проповедовал. А как он мог проповедовать? Находился в Галате. Вдруг в Испанию идет. А почему? Шенгенская зона была уже. Одно государство. Рим все захватил. И все говорят, именно вот в это самое большое число людей, 120 миллионов было в Римской империи. Нигде границ не было. Для проповеди Господь подготавливал столетия, когда все ляжет к ногам его. Сегодня вот именно такая обстановка. Если у нас мой мир, а в Украине запрещено, закрыли все сервер. Они не могут по нему общаться. Здесь у нас все свободно. Надо благодарить Бога, чтобы хуже не было. 13 покушений на Путина было уже. 13 покушений. Где он встречался, там, в основном это из шеченцев. Снайперы где сидели, сейчас все выявлено. Я вчера посмотрел, на Гитлера было примерно 50 покушений. Притом нельзя объяснить. Объяснить ничем нельзя было. Он только говорил, вам меня не убить, пока все не исполнили, для чего я пришел. Вот назначают, что здесь-то он будет проходить. Он же не сидел как Салин. Примерно сказать-то. Все идут, а человек-убийца стоит здесь рядом. И вдруг он проезжая, скинул руку, и все скинули руки и закрыли, его нигде нету, как живой щит. Он на кого стрелять-то, не видно нигде. Проехал, а теперь поздно. Его высчитали, расстреляли этого. Высчитали. Другой проникал как-то, имея знакомство, в Рейхстаг, ну как в Кремль. И каждую ночь он долбил колонну, около которой кафедра стоит, где Гитлер есть. И туда огромный заряд ставить надо было. И он заметал, все уходил, никто не знал. И наконец заложил. Гитлер выступает в пол первого. Он как обычно выступал. Здесь трехчасовая была. И вдруг он приходит, все по времени. Десять минут быстро собрался, вышел. И тогда рвануло все. Сколько убило. Его предупредили, нет, а почему? Никто не может ответить. В другом месте английская разведка участвует. Передают, как будто там шампанское или еще запаковано два самолета. И Гитлер летит. Ровно через 20 минут должен взорваться. Долетел, не взорвалось. Почему, оказывается, в это время отопление не пошло на салон. И застыло то, что должно послужить взрыву. Когда приехали, скорее-скорее созвонили, чтобы отобрать и уничтожить это. Нельзя было объяснить никак, почему в этот день, 20 июля было, 44-го года. Самое, кажется, удачное было. Один там, что же, как его звать-то, Игорь, не знаешь? Что-то Шерин какой-то. Да, да, да. Да. И он портфель поставил. Так вот, стою, он помешал. В это время, когда он вышел уже звонить-то, они переставили портфель другие от него. Он вывезли. Внутри был, все погибли. Но в этот день он сказал, жарковато. Давайте на веранде там сделаем отдельно. И когда уже взрыв должен произойти, а стол стоит на огромной тумбе. Он ногу поставил здесь и над столом склонился, на карте показывая. И в это время рвануло. Четверо сразу насмерть, 18 с тяжелыми ранениями. А у него только осколки там какие-то. Вот он день же встречал уже Муссолини. И по радио выступил. Ну сколько, больше 200 человек только было казнено сразу. Главные генералы, там фельдмаршалы заменялись. Он говорит, вам все равно меня не убить. Как бы подзадоривал их. А пришло время, своя рука сработает. Мы каждый день молимся, чтобы Господь всех правителей сохранил от покушения на них. Я не случайно говорю. В вашей молитве есть такой абзац? Мы каждый день молимся, кто с нами. Сохрани их от покушения. Не только правителя в России, а везде. Дай им истинное покаяние. В Потеряевке. Батюшка ничего не сказал, но я так, что слышал. Там было не совсем хорошо. С приезжим это малыш Роман. Самый большой, видимо, здесь толчок дал представитель президента Российской Федерации. Туда обратились. Но он сам не пойдет. Он сразу сделал запрос в прокуратуру края. А прокуратура обязана ему теперь ответить. А они уже отчитаются перед президентом. Прокуратура получила от нас заявление везде. А здесь сразу зашевелились. А эти запрашивают местных. И даже дать ответ. И он сказал 98% Роман, что придется выезжать. Но он поздал заявление в суд, чтобы дали возможность отсрочку на месте, чтобы продать то, что у него есть. И ничего неизвестно. Вернулся, мы ничего не знаем. С ним, знаете, только привозил его Женя Янчук. Но с ним не разговаривали. И говорят, вчера он будто бы выехал. Выехал это, значит, уже здесь его не задержать. Видимо, отказали. И он должен выехать и прочее. Вот я попрошу вас молиться о нем, чтобы Господь отогнал у него духа лжи. Духа лжи. Он бесноватый. В такой форме, которую не каждый видит. А вы видели с первого дня. А почему тогда не говорили? Говорил, молились вместе. Вот у меня сидят братья здесь. Он на молитве стоял. И когда дал ему почитать Псалтирь, стал читать. Он почитали. Кончили молиться, мы читаем Псалтирь. Я говорю, а что ты так считаешь? Я говорю, внутри тебя кто-то смеется над тем, что ты считаешь. И потом даже кто-то ему из них записал. Кажется, Володя дали послушать. Он сам чуть ли не рассмеялся. Большего доказательства для меня не надо было. Но дальше отношения... Ну, зачем я буду говорить? Ну, сказал один раз, не принял. Ну, и дальше-то работал. Он работник хороший. Я всем доволен был. И ничего не было. А дальше, как вот понесло, в один день. Сегодня ночью, который здесь со снами не дружит. Но, говорит, меня он завалил такой пакостью, пишет. Человек, за которым ухаживал Володя Паченков. Я говорю, ты скопируй мне, покажи. Теперь, чтобы это как-то все Господь ему убрал или как? Так, покаяние закрыто. Так, покаяние закрыто. Он сразу выступает в ролик. Игнатий такой же еретик, как патриарх. Ну, какой я патриарх. Все, вся церковь православная, все до единого. Это в ад идут. То есть, полное сумасшествие. Что здесь был, причащался, принимал крещение, это все обман был. Ну, здравый человек может ли это говорить? И привез. Много у него всего инструмента было. Теперь куда, что и как. Ну, может быть, что-то Жене он отдал, диакону. Не знаю. Вот моя просьба, будете молиться, его имя поминать. А в каком смысле? Чтобы Бог, Господь Бог, дал ему покаяние. Самое страшное, когда человек уходит из жизни без покаяния. У него ожесточение нечеловеческое, сатанинское. Он давай анапими предавать кого-то. А сам недавно только стал считать Библию, ничего не знает. Ну, не знает. А какая-то из его жен, она не одна жена там. И какие-то мешочки волшебные ему подвешили, он рассказывал-то. И дух в это время вошел. Это то, что он только говорил. А дальше-то, не знаю. Просто молиться, что он нам не безразличен. Он был среди нас. Вот мы сегодня снимали разрешение батюшке, сказали, чтобы он не волновался. Вы знаете, все в жизни бывает. Вы не бываете в интернете-то. Ну, не смущались. Я знаю, кто смущается, смотрит, руками закрывается. У нас тут были такие, их никого нет. Эти люди на выходе, на пороге стоят. Они не вперед, сами дать ничего людям не могут. К нам приходят отовсюду. Вчера только мне выставили ролик один. Ну, скопировали и на меня выставили. На вас лавиной люди идут. За 12 дней тысячи человек только записали подписчики. Тысяча человек, это вообще невероятно. Я-то не смотрю за этим, а люди очень внимательно смотрят. То есть, везде получают наши книги, визитки. И они идут там, свидетельствуют. И новые люди приходят. Приходят прямо. Я считаю вас духовно. Отец, вы для меня открыли. Я никого не знаю, не встречал. Вы тоже об этом молитесь. Потому что в этом ваша миссия. Сами вы не можете. Ну и такой ролик не сделать. А у нас роликов, то есть это фильмов, наших только, 10 тысяч 100. 10 тысяч 100. И найти нужное, чтобы люди могли находить. Вот сегодня я встал. 20 минут второго уже было. Это я попозже встал-то. Ну и все. Пока не пошел. Все, пока почта разбирается. Почта. Каждый день события дня. На события дня сегодня около часа ушло. Только прочитать письма, которые пришли. Это работа. Это не просто так. Я в другой раз даже пойду, опять звонок. Вот почти только переговорили с Америкой. Сразу просятся с Грецией. У нас ареал намного шире, чем раньше, когда вели занятия. Но тогда все, кто обращался, они приходили в общину. А сегодня их нет. Здесь. Они думают, как там образовать общину. Они не кто-то, а как из бывших мусульман. И обращаются. И не смотрят ни на угрозы, ни что. Почему? Мы увидели. Что мы искали, Бог показал. Это не мое. Моего тут грамма нет. В интернете выставлено моих проповедей раньше 1300 двер. Это все они помещены здесь. Но их надо как-то дать читать. Отдельными книгами уже сделали. И они сами страницы листаются, играют музыка. Специалисты сделали. Ну, здорово. Тормознул, остановилась, прочитал. Отпустил там эту гайку. Опять перелеснулась. Но проповеди отдельно. И вдруг отдельно проповеди я их все выбираю. И сделал по интернету запрос. Как сделать, чтобы вот это, что в городе, оно было как в видео, как в виде фильма можно было. И никто... Отвечаете все по-разному. И кто, думаете, помог больше всего? В Потеряевке был здесь. Жил он несколько, я не знаю, года два, наверное. Виталий. Какие года два? В колениках сколько жил? В ближайшие года. Один раз приезжал. Он приехал весной и осенью уехал. А все, да, в один год. Конечно. Ну, значит, неправильно сказал. Показал. Но он ушел, не просто ушел, а, проще сказать, выгнали его. Вот. А теперь он ни разу, нигде не поднялся против. Поговорит, вот, меня так-то выгнали. А я могу только вспоминать, какая была у меня радость, сколько Бог открыл. И сейчас он то делает. Мои стихи и своим голосом начитывает. А потом, о чем я говорю, и об этом из других роликов туда вставляет. Кино настоящее. Так я отдельно, наедине, еще нет, да и послушаю. И такой голос оказался, считает, как будто диктор какой. Я даже не ожидал. И он вчера как раз это, нашел программу. Но, да раза два выкинул, у меня не получается. Так раз получается. Сейчас всем надо рассылать. Кто бы помог, по одному тому хотят взять. А в томе в одном, седьмого начинаются проповеди. 62 проповеди. 62 в одном томе. А их-то 30. Да еще и три, которые в интернете. Мне нужны помощники. Уже все сделано просто. Ну, нужно выставлять. 1302 проповеди. В среднем, там, 28 минут. Сюда-то мы поставили. А теперь считать, как людям дать-то. А отдельно проповедь. И вот, раз, пожалуйста, считайте. Тоже, если хотите, подумайте, помолитесь. Как это сделать? Мы не знаем нынче, как у нас будет. Я вас загружаю, о чем молиться. Не знаем, как летом будет. Нам нужна помощь. Кто плотник? Кто может помочь приехать? Если я договорился, Михаил Кальмаев, он там был. Потому что у нас домик купленный, там у одного нет стеней, у другого там, ну, веранды нету, надо материал будет. Надо, чтобы приехали, ну, хотя бы в конце мая или середины мая, чтобы до 10 июня желательно закончили. Теперь лагеря нет, а люди уже просятся. И кто пишет? И Лена Барабаш. На Татурис, на наш этот ролик, там какой-то. А Лену знают. Лена, а нельзя ли просто вот так вот приехать, у вас лето отдохнуть? А нам как раз это и надо, чтобы дети были с родителями. Их тогда никакой Роспотребнадзор не тронет. Это не лагерь. Как? Объявление дать? Пока не знаем. Но я написал, если объявление, вот то-то-то сказать, чтобы без табака были, женщины не в брюках. Это все можно. Но сделать это объявлением, что потеряю, предоставляют возможность отдохнуть с детьми. Ну, и все в таком тоне, чтобы было. Туристический класс, то я называю. Туристический Алтай. Туристический кластер это называется. Алексей, это загуляю, Алексей Устинов. Да, экотуризм, правильно. Ближе к этому. Экотуризм. Экологически чистый туризм. Если не матеркот, я думаю, ничего не будет. И главное, еда. Про еду сказать, чистая еда экологически. Алексей выставляет там своих курочек, показывает, как дом строит. Да, отлично. Человек, который переписывается. То есть основание уже есть. Алексей, ну... Можно еще экзотику какую-нибудь... Экзотику он там показывает. Какую-нибудь... У Алексея все есть. Религиозную экзотику можно вставить. А у меня нет. Ну, религиозную мы не пойдем на эту экзотику. Нам нужно, чтобы люди уверовали. Естественно, что они будут ходить на собрания, и в церковь. Я уже знаю, как это. Тоже надо помолиться. Я не берусь за это дело, но план, который людям давать, уже примерно в общих чертах Лени послал. Она мне сразу выслала сайт Алеши. Ну, хорошо у него все сделано. Ну, молодец. Он умеет подать. Я этого не могу. У меня есть, вот как есть, так и есть. А другие там, знаешь, какие формы там, что-то... Вот весна приближается. Так, братья, кто может приехать и помочь? Не мне. Это нужно всем. Вы помолитесь, я могу приехать, наверное, в конце мая. Вот так. 10 июня у нас, как всегда, будет заезд. Теперь у кого есть ребятишки свои, Надя, подумайте. Сама, чтобы приехала. Завтра, может быть, и не быть. Мы еще раз с батюшкой говорили. Батюшке здоровье, ты не ахни какое. И говорили, а вот если не будет? Он говорит, ну что не будет? Значит, община не будет. Я говорю, нет, мы обсудили это. Мы можем договориться, а с кем? Ну, с митрополитом Сергием. Прийти какой день? Вот, допустим, на сегодня. И придет священник и отслужит. И все. Это так и за рубежом. За одним священником бывает 6 приходов небольшие. Да еще и на работе работают. Так что это все. Или, если никак, то любой храм. Мы же признавали благодать с московской патриархатами. У нас никогда с ними не было, что ты... И все они и теки. Пожалуйста, кто есть где. Но собрание, община должна остаться. Здесь мы видим друг друга. Здесь мы поем. Занимаемся Словом Божиим. Я не вечен здесь. Ну, я остался здесь. А батюшка уходит. Кадилы остались. Потухли. Больше ничего нет. Я-то остаюсь и здесь с вами. С книгами. Вот об этом, то есть, маленько тоже надо подумать, как это все впишется. Нам позволяет как-то хорошее отношение с отделом юстиции краевым, который регистрирует нас. Перерегистрирует. Ни разу, нигде не было какой-то закавыки. Севастьяна нет, он видел здесь. И вот Людмила Степановна. Я не касаюсь. Это очень важные вопросы. Община должна быть сохранена. Как Ленин наказал только одно. Сохраните партию. Сохраните общину. Так. Ну, в основном, можно сказать, поблагодарить Бога осталось только. Павел вот везде был и не закончил. Шенген у него открытый. Нам сейчас открыто это, ехать в любую страну можно. Люди узнают, где и заказывают вот эти книги. Вот этот полный комплект в Испании. Это большие деньги стоят. Это не просто так. Вот этот комплект у нас книг 750 евро. А что, много или мало? Умножь на 70. Курс рубля. На 70 рублей теперь. Умножь. Что там получится у тебя? Умножь. Ну? Это около 50 тысяч. 48. Вот так, правильно. А если тысяча экземпляров, то по тем деньгам, когда издавали, около 50 миллионов обошлось. Ну, те-то, да, старые. Да. Ну, а как? Не те старые, по долларам. Нам не надо. Доллар и евро. Сколько вначале было-то. А эти рубли для нас перевести можно по курсу. И об этом тоже помолиться. Потому что это далеко идущее свидетельство наше. Нам Господь это дал. Вот общий итог такой. Усилиться на молитве. Постом и молитвой. И правители этих, как делал этот Аарон. У него два норамника были. Ну, как, я не знаю, как они выглядели, но там гнездышки в них были. У них два, как булыжника сказать по-нашему. И на них по шесть имен колен Израилевых. И мы должны так же понимать. Напиши тут правителей своих, патриархов. И на молитве упоминайте. Господи, да будет воля Твоя. Я ничего не прошу. Только Твоей воли. Чтобы они Тебя опознали. Богу слава. Аминь. Далее. У меня небольшой отчет. Потому что приходят пожертвования в фонд Настя. Громче. Отчет о пожертвованиях в фонд Настя Дробот. Молодец. Просто не все знают, что деньги дошли. Иван Михайлович, Ксения Валерьевна и Игорь Евгеньевич, если деньги дошли, сердечно вас благодарим за эту милость оказанную. Низкий вам путлон. Галь, напомни телефон, потому что люди спрашивают. Телефон свой давно... Мой телефон 8 906 968 63 06. Карта привязана к этому номеру. Карта Сбербанка. Спасибо, Христос. Я хотел еще добавить. Игорь Михайлович, ну так жарко выступил. О нашем лидере, который будет у нас. Я хотел сказать, почему коммунисты рвутся к власти. Их много. Потому что, что коммунисты, что сегодняшние демократы, Путин и так далее, власть придержащие. У них один камень преткновения. Один камень преткновения, это забвение или незнание лучше всего. Все это идет от нашей церковной власти. Потому что и те, и другие прославляют великую, необыкновенную победу над фашизмом. А это все настоящая фикция. То есть, настоящую победу никто и не знает над чем. Где победа настоящая будет над самим собой. Когда ты себе убьешь зло. С помощью Господа Иисуса Христа. А все остальное, что Путин, у них 9 мая главный праздник. Что у коммунистов 9 мая главный праздник? Надо помолиться, чтобы тот правитель, который придет, Чтобы этот праздник поставил на место. Он должен быть, как там песня поется, со слезами на глазах. А у нас со слезами какой-то необыкновенной радости на глазах все это. Это не радость. Это тот же самый потоп, который случился когда-то. Давным-давно. И этот потоп унес все практически жизни. Кроме 8. Этот потоп был потоп. Ну другой, он огненный был потоп. Взрывы. Взрывы пули. Это ну все с пламенем. Это даже не стрелы. Это пламя. Это огонь. И вот люди были разорваны там. Показывают там одни головешки. Люди, сознание менялось у них из-за того, что они видели. Это так смерч огненной прошелся по земле. Там 55 кто-то говорит миллионов. Кто-то больше погибших было. Он должен был в памяти вот это все остаться. Но совсем по-другому. Не так, как сейчас. Каждый тянет одеяло победы на себя. Американцы. Мы победили. Русские. Сейчас вообще уже какая-то истерия началась настоящая. Мы победили. Победили. Прям где не возьмешь. Все выступают там. Ну хоть любой выступает. Хоть Шойгу. Хоть Путин. Хоть Медведев. Хоть Зюганов. Сейчас этот Грудинин. Мы победили. Мы победили. Глаза у всех горят. Кто победил-то? Где победили? Тоже разберитесь как следует. Победили-победили. Никак не можете успокоиться все. Друг на друга. Ракеты точат. Как зубы. Животные. От кости. Так что. Спасибо Христос. Давайте молиться. Чтобы если был правитель. Чтобы он до конца был в истине уже. А это если опять все будет одно и то же. Да ни до чего хорошего не дойдем. С любым правителем. Господи во всем. Слава Тебе за все во веки. Почу помолиться о наших занятиях в скайпе. Значит последнее занятие было такое происшествие. Происшествие пакости так называют. Человек зашел на занятия и всех выщелкнул. И написал. Я программист. Я вас взломал. То есть я его выкидываю. Он опять заходит. Ха-ха-ха. Ну давай еще раз меня выкинь. Я опять выкидываю. Он опять. И в общем. Мешает. Мешает. Насмехается. Охмыляется. Вот. Я тогда уже там начал молиться. Там и сестры начали его как бы. Но его сгинь. Сатана языди там. Как-то все. Вот. Вот какие вы истины. У вас слова-то какие. Ну а как если он пакостит. Я тогда заблокировал. Я его уголом блокирую. То есть у меня есть власть. Заблокировать не могу. То есть выкидываю из группы. Он опять туда лезет. Он как вот. Клещ. 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 Да. Вот. Я тогда. Мне то пишут. Что делать. А я не программист. Я не знаю как что это делать. Потом уже. Господь мне открыл. Я просто. Галочки убрал. Где можно заходить в группу. У меня же открытый доступ. Ага. И там галочки. Я две галочки убрал. Смотрю. Он хоп-хоп-хоп. Все. Я до воскреснет Бог. Молитву туда в черчатке. Ну как это пакой с этого убраться. Ну и. В общем. И все. Галочки убрал. Вот теперь. Не может зайти. Но теперь. Благодаря вот этой вылазке. И никто не может зайти. То есть. У меня доступ закрытый. То есть. Теперь. Входить могут только. Когда я разрешу войти в эту группу. Ну и что плохого? Вот. А раньше приходили. Что плохого. Что чужой придет. Кто-то. Ну. Эта ссылка распространялась везде. То есть. Мы приглашали. То есть. Как. Вроде. Нам написано. Что из посторонних. Никто не смел прийти к ним. Пристать. Пристать к ним. Но это не значит. Что стоял стражник такой с мечом. И никого не пускал. Им было стыдно. Потому что они ощущали. Ну свою. Посторонность. Так скажем. А этот посторонний вошел. Всех вымел. Нагадил там. Значит. Это самое. Ха-ха-ха. И мы ничего с ним сделать не можем. Понимаете? Не просил нас. Егор по-моему. Он там. Я даже фамилию сейчас его. Валя. Как-то там. Не помнишь. А этого гаденыша нельзя в админ-то в администрацию. Там как-то его дать этот. Его аббревиатуру туда. Чтобы они его там забанили. И вот мне потом уже. Он мне говорит. Я тебе сейчас открою. А мне Господь раньше открыл. Что галочки эти убрать. Что ты же. У тебя же открытый доступ. Любой может зайти. Любой может вас там. Повыбрасывает. Это самое. Может быть не любой. В общем об этом молитесь. И молитесь. Есть такой еще был. Олег Сват. Еретик. Я его тоже забанил из наших. Он где-то месяц или два был. Игорь Тихонович. Он называет вепрь. Как-то там еще. 120 килограмм. 150 килограмм веса. Обезноженный. Еретик из еретиков. Против православия. Против меня. Везде на Валентину Сарсисон. Вышел там закидывать пакостями. Чтобы Бог запечатал его. Вот. То есть. То есть. Такие вот гонения. Поползновения на наши занятия. И все. Ну раз такое происходит. Это лишний раз доказывает. Что мы в истине. И укрепляет как бы это. Как-то такое тепло-хладность. Занимаемся. Занимаемся. Никто ничего пакостей не делает. Как бы. А тут. Как-то раз. Все на молитву. Помолились. Все. Вот. Вот такие вот две просьбы. И о Василии. Вот он у меня живет. Молитесь. Второй раз. Я его пинками загнал на исповедь. У нас там. Олег. Как бы. Молитесь. Чтобы у него было послушание. Он совершенно неуправляемый. Непослушный. Жить с таким человеком. Как бы. Обещал. Игнатий Тихонович. Обещал. Лене. Обещал. Игорь. Чего бы ни сказал. Вот он. Вот. Все. Мне тяжело с ним. Но Игнатий Тихонов походатайствовал. Дай Бог терпения. И как бы. Ты про Заритова. Про Василия. Николаевича. Да. Который Николаевич. Блажанных смерть. Да. Спасибо Христос. Сережа. Я хочу сказать. Выйди на Сергея Козлова. Да. Не боишься. Ты что? Он очень много знает. И который у меня есть. Новиков Сергеев. Он работает именно специалист. Мне помог очень сильно. Новиков Сергея Александрович. И Козлов. У вас Сергея Козлова всегда молитесь. Не забывайте. Каждый день вообще. И его маме Татьяне тоже. Еще у меня просьба помолиться о моем сыне Никите. Чтобы Господь, если угодно его святой воле, дал работу по инженерную. Такую работу, на которой он учился 7 лет. Чтобы эти 7 лет не были зряшными. Он работает. Он любую работу делает. Он сантехнику делает. Он электрику делает. Он всякие там штукатурные, малярные. Все работы делает. Он не отчуждается никакой грязной работы. Но 7 лет учебы, как бы не зря что ли они прошли. Вот год назад он вернулся из последней вахты с космодрома. И все, и больше не оплатили ему до сих пор. Хотя судебные приставы должны были бы уже взыскать. Там 20 человек арестовали. И уже приговорили там много. Сотни. А деньги нет. 20 там выше поставлены. Там миллионы. И приятно. Ну а Насте, сестре нашей, молитесь, естественно, всегда. Потому что очень сложно и трудно ей. Да поможет ей Господь. У нас 19 марта у брата Алексея Загуляева. День рождения. У 20-го Татьяны Дмухи. У 23-го Людмилы Степаны. И у 29-го Немцовой Галины Васильевны. Нет, у Васильевны. Поздравляю, это дело надо. Она ее рожала. У Тани какая ее заслуга. Надо ей петь. Ну, многое лето в здравии душевно-интересной и вечной жизненной жизни нашим братьям и сестрам. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников От внутренних празд, от беззакония, которые в тайне Останови делающих зло Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы И всех начальствующих также просвети и защити Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественную любовь Твоя коснулась каждого сердца Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покаются в небрежении Своем И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе Господи, праведны суды Твои над Россией За то, что оставили Тебя и Слово Твое, излеченное в Святой Библии Прости нас, Господи и Владыка жизни, что закрыли имя Твое, Бога и Его Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия Ава, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей Тебе хвала, слава, чести, поклонения Пресвятая Троица Отец, Сын и Святой Дух, Аминь Поклон от брата, он улетает 24-го Марта этого месяца 24-го марта А кто взял две просторочки, поделитесь На пение, рапеза и занятия И сегодня еще в 6 часов, да будет занятие? Да Сегодня что? Занятие вечером Ну в 6 часов В 6 часов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому